Уважаемые коллеги, уважаемый председатель, разрешите вам представить нашу работу по повторному лучевому лечению при рецидивах рака носоглотки. Почему это проблема? Проблема эта является потому, что рецидивы возникают очень часто у 30-80% пациентов после либо радикальной лучевой терапии, либо химиолучевого лечения. И в большинстве случаев эти пациенты уже получили полный курс лучевой терапии в радикальных дозах в анамнезе. Это около 80% пациентов. И что особенно обидно, что эти локальные рецидивы выявляются без отдаленных метастазов и регионарных, и поэтому локальный рецидив является в данном случае единственным проявлением болезни в 73% случаев. Диагностика рецидивов включает в себя прежде всего методы визуализации. Это компьютерная томография, магнитный резонанс или ПЭТ-КТ, эндоскопия, биопсия и исследование сыворотки крови на амоглобулины А к антигену вируса Эпштейна-Барб. Эндоскопии и КТ и МРТ очень широко используются, но они недостаточно надежны. Вы видите по данным различных исследований, что чувствительность и специфичность этих методов недостаточно высока. То есть есть как ложноположительные, так и ложноотрицательные результаты, что мы видим и на этом слайде. ПЭТ-КТ с фтор-дизоксиглюкозой позволяет диагностировать рецидивы на ранней стадии. Этот метод является более чувствительным. В системном анализе 21-го исследования показана более высокая чувствительность по сравнению с КТ и магнитным резонансом. Здесь, как пример, мы видим магнитный резонанс после лечения пациента. И видно, что имеются артефакты, которые не позволяют нам с достаточной степенью уверенности показать границы такого рецидива. На КТ мы также видим множество артефактов от зубов или других каких-то послеоперационных имплантов. И ПЭТ нам здесь приходит на помощь. То есть мы видим точную конфигурацию опухоли при использовании всех этих трех методов. Что касается самого лечения, множество вариантов лечения существует. И дистанционная лучевая терапия, и брахи, и хирургия, и химиотерапия, и варианты лучевой терапии, такие как протоны, и стереотаксис. Что касается хирургии, конечно, это метод выбора. Но хирургия, к сожалению, при рецидивах возможна не более чем в четверти случаев. И локальный контроль при применении хирургического лечения достигается только в 30-50% случаев. Цель хирургии – это радикализм и попытка избежать повторного облучения. Хирургия может не улучшать выживаемость, но, возможно, улучшает качество жизни. Осложнения хирургии вам известны хорошо. Это некроз мягкого неба, тризм, дисфагия, назальное затекание, но и, возможно, какие-то другие, непредставленные здесь. Есть исследования по сравнению послеоперационной одновременной химиолочевой терапии. Была рандомизация после операции у пациентов с N+, или положительными краями резекция. Две тактики наблюдения или химиолочевого лечения. В этом исследовании было показано, что было получено повышение безрецидивной выживаемости локального контроля, но не было показано преимущество общей выживаемости. Еще один вариант – это вариант лучевой терапии, брахиотерапия. Иногда брахиотерапия является альтернативой хирургическому лечению, но, возможно, еще в меньшем количестве случаев, то есть менее 10%. Локальный контроль неплохой – 40-60%, но пятилетняя общая выживаемость остается достаточно низкой – 15-30%. У неоперабельных пациентов возможной тактикой является химия или таргетная терапия. Она эффективна на 10-35%, медиана выживаемости невелика, различные препараты и их комбинации, и вновь появляющиеся таргетные препараты. Теперь непосредственно к теме моего сообщения о повторном облучении. Этот слайд показывает отношение лучевых терапевтов к повторному облучению при различных локализациях. И вы видите, что две локализации – это гинекологические раки и рак носоглотки – они в принципе в мире лучевыми терапевтами считаются приемлемыми, нежели чем неприемлемыми, в отличие от остальных локализаций. Если рассматривать развитие технологии, то мы видим, что в хронологическом порядке, если мы посмотрим на исследования, проводившиеся с 1998 года по 2009, то есть примерно за 10 лет, если в 1998 году мы имели обычную 2D лучевую терапию, медиана общей выживаемости составляла только 10 месяцев при таком повторном облучении, тогда как локальный контроль был 11%. И если мы посмотрим на последнюю строчку 2009 года, где применялась уже технология АМРТ, то медиана общей выживаемости составляла 25 месяцев, а локальный контроль 58%. То есть видна, и если вы посмотрите по этой таблице, то эти показатели неуклонно улучшаются. То есть можно сделать вывод, что с улучшением технологии мы получим лучшие результаты. Различные варианты повторного облучения, АМРТ или стереотоксическое облучение. В принципе, это похожие методы с небольшими вариациями. То есть если мы говорим о стереотоксическом облучении, то это неизбежно маленькое количество фракций очень высоких доз и очень высокий градиент падения дозы за границами облучаемого объема. АМРТ, как Севелья Богатурна сейчас рассказывала, это тоже вариант очень хорошего высокотехнологичного лечения, но обычно это лечение проводится мелкофракционно, и градиент падения дозы не такой значительный, как при стереотоксическом лечении. Мы видим, как пример я хочу вам привести, пациентка с ракомосоглотки полным лечением в анамнезе, то есть лучевая терапия, неоднократные хирургические вмешательства, химиотерапия. К нам она обратилась к такой достаточно значительной внушительной опухоли, которую вы видите на левой стороне слайда. И мы провели наше классическое лечение, 6 грейпаж, 6 фракций за 12 дней. И через 4 месяца просветность оглотки полностью восстановлена, опухоль по данным магнитного резонанса не определялась. Какой же режим выбрать при повторном облучении в самостоятельном варианте? Есть различные мнения на этот счет. Есть более мягкие режимы, более агрессивные. У них различна частота лучевых повреждений, то есть токсичности. Как видите, первая часть таблицы, частота третьей степени лучевых повреждений составляет примерно 5%, так как нижняя часть при более агрессивных вариантах лучевых повреждений составляет уже 30%. Но отличаются также результаты общей выживаемости и локального контроля. Я думаю, что оптимально будет, конечно, выбирать в каждом индивидуальном случае какой-то режим облучения. При больших объемах поражения, наверное, имеет смысл выбирать более мягкие режимы для получения меньшей токсичности. При более маленьких образованиях более агрессивный режим. Есть много работ в мире. Одну из работ я хочу вам показать – это повторное облучение в сочетании с химиотерапией. То, к чему мы сейчас, наверное, придем в ближайшее время. Применялась либо резекция при одновременной химио-лучевой терапии, либо 5 курсов индукционной одновременной химио-лучевой терапии. Какой вывод сделан из этой работы? Что локальный контроль и отсутствие отдаленного метастазирования были получены здесь перечислены. Но очень высокая частота при таком варианте, несмотря на хорошие онкологические результаты, очень много осложнений. 19 пациентов погибли от кровотечений из сонной артерии. Из 19 пациентов 5 погибли. Но обратите внимание, что существует работа при попытке охладить сонную артерию в облучении. То есть, если ограничить дозу на сонную артерию, то таких осложнений удается практически избежать. Ну вот в данной работе представлены эти результаты. Рекомендации в мире уже есть. И НССН, и Мемориал Слонг Кэтеринг Центр почти все лечатся с полихимиотерапией. То есть, при применении вот таких щадящих режимов для борьбы с серьезными осложнениями, такие режимы возможны. Выживаемость составляет безрецидивно 52%, общая 60%. И несколько слов о нашем опыте. Мы брали, эти пациенты облучались на киберноже. Критериями включения были рецидив или вторая опухоль у больных, получивших лучевую терапию. Опухоль не более 7 см, неоперабельная. Исключения, вы их видите, это ожирение, большой объем опухоли и плохое соматическое состояние пациента. Большинство пациентов мы использовали, ну это уже технические подробности, мы использовали тракинг по черепу, проводилась кипометрическая подготовка, компьютерная томография во всех случаях, во всех случаях МРТ, и у большинства пациентов был сделан ПЭД. Клинический объем мишени плюс 3 мм во всех направлениях на движение опухоли. Органами риска в данном случае были спинной мозг, клинные железы, гортань, глаза, ствол мозга, нижняя челюсть, ну и тому подобное. И всегда запрещали спучки, которые проходят через глаза. Здесь представлены протоколы лечения, как мы делали предписания и наши ограничения. В принципе, основным ограничением для нас служил спинной мозг и ствол мозга. Остальные все ограничения были максимально-минимально достижимые дозы на эти объемы, так как мы знали, что все пациенты в анамнезе получили лучевую терапию в полном объеме. И, скорее всего, эти органы уже получили свою толерантную дозу. Здесь представлен так схематично весь наш процесс лечения. От момента получения изображений, расчета дозы, укладки пациента, планирования и реализации самого лечения. То есть лечение состоит из многих-многих звеньев. При этом каждое из этих звеньев определяет точность самого лечения. То есть если на каком-либо из этих этапов у нас с системой происходит сбой, то все остальное уже не имеет значения. Мы будем лечить этого пациента неправильно. Поэтому на каждом этапе производится строгий контроль от момента получения изображений до реализации самого лечения. Это пример дозного распределения. Как вы видите, доза охватывает опухолевый объем, достаточно гомогенное облучение и с хорошим градиентом вне опухоли. Видно, что пучки некопланарные, они подаются из разных точек объема и количества пучков за один сеанс. Я сейчас дальше об этом расскажу. Это непосредственно как происходит лечение на самом лечебном столе, что мы видим в момент облучения. То есть аппарат сам настраивается на положение пациента по отношению к линейному ускорителю и производит необходимые коррекции. Объем нашего облучения обычно был... Средний объем нашего облучения составлял 17,5 кубических сантиметров. ПТВ, то есть это объем уже непосредственно подвергающегося облучению, был 47 сантиметров. В среднем использовалось 160 пучков из различных точек пространства, в отличие от обычной лучевой терапии, где там, скажем, от 3, 5, 10 пучков, 15 максимум, здесь было 160. От 100 до 230. И среднее время такого лечения каждого сеанса занимало 52 минуты. Еще один пример, перед лечением и через 4 месяца. Мы пролечили 21 пациент, сейчас уже больше, просто результаты представлены на март 2015 года, с медианой прослеженности 17 месяцев. Средний возраст пациентов 57 лет. Общая двухлетняя выживаемость... Нет, двухлетняя это... Выживаемость на момент наблюдения составила 78%. Локальный контроль... Извиняюсь, двухлетняя выживаемость все-таки это была, актуриальная. Локальный контроль составил 93%. И мы не встретили острых лучевых повреждений больше второй степени по критериям РТОК и ОРТС. Не только нами ведутся эти работы. Примерно одинаковое количество лучевых повреждений мы встретили в других работах. То есть, практически нет лучевых повреждений больше третьей степени выраженности. Там может быть 1-2%. Какие выводы? Я хочу сделать из своей презентации. Что самое важное, это ранняя диагностика в лечении рецидивов в раконосоглотке. Чем меньше объем, тем лучше будет наш результат. Тем большую дозу мы сможем дать с меньшими повреждениями. И лучевая терапия в современном ее исполнении может улучшить качество жизни наших пациентов и ее продолжительность. А совершенствование методики лучевого лечения уменьшает количество фатальных осложнений. И, возможно, в сочетании с полихимитерапией позволяет или таргетной терапией позволит улучшить отдаленные результаты лечения. Спасибо.